Музыка Музыка Всем-всем привет! Привет! Сегодня у нас четверг. У нас обед, девочки, обед. Смотрите, как мы мнем. Вот так, вот так. То с двух чашек, то с одной. Ну, крошим немножко на пол, ничего страшного. Мы еще маленькие. Сегодня хотят приехать вот за этим вот котиком, за сереньким, говорит, как тигрулька, который. Я говорю, а там еще один есть, не полосатик. А вон тот серый, тоже красавец. Выберите, говорю. И мусечка вот эта тоже красивая. Ну, пусть они кушают. Вон мусьен легла. Сейчас на улицу выйдем. Девчата, на улице жара. Даже выйти тяжело. Я утром вышла, подмела вот эту травку, что я косила. Пособирала там в кучке, только во дворе не входила. Сильно уж, очень уж жарко. Сейчас посмотрим, сколько градусов. Ну, я глядела, было 30 градусов. Гляньте, какое небо красивое. Вообще красота. Пекло. Пекло, только на море сидеть. Но еще завтра рабочий день. А в субботу, возможно, и занырнем. Девочки, представляете, в тени 32. Вот. Ну, вот так вот вы увидите. Вот, 32 градуса. Обалдеть. Я вот здесь все подмела сегодня. Вот эту вот дорожку. Здесь прям прохладно. Ну, воздух сам горячий. Жарко, очень-очень жарко. До вечера на улицу даже выходить не буду. Потому что, ну, тяжело. Я подметала, девчата, я пока подметала, да? С меня 25 потов лило. С лица прям шло вообще. Сейчас я посижу и к вам повернусь. Девочки, пока подметала, вот так прям под градом бежал. По мне это вообще, говорю, не, надо уходить. Уходить, потому что просто, ну, невозможно. Сегодня нам пришли на счет по 10 тысяч. Вот эти вот выплаты какие-то пенсионерам. Гляжу, Вере пришло и мне пришло. Поэтому как раз вот купим ей, пойдем, телефон. В выходные, не знаю, мы сумеем пойти или не сумеем. Может быть, в пятницу после занятий, смотря до скольки будут занятия. Может быть, в пятницу и сходим. Но надо еще в интернете полазить. Мне там Маргарита сегодня написала, Samsung хороший телефон. Но надо думать. Учебников, девочки, у них не будет. Она сказала, мама, все в компьютере. Все учебники. И портфели-то, портфели уже, чего ходить с портфелями. Это уже так вот в город пойти портфель. Там кинул за спину что-то, туда кинул, донес. Надо хорошую сумку. Я говорю, Вер, надо хорошую сумку тебе купить. У меня есть, Наташа ей дарила розовая. Но, говорю, она тяжелая сама по себе. Сумка такая прям вот тяжелая. Она красивая, все. Но, если ходить с ней постоянно, все руки оттянешь. Она говорит, ну, тогда мне надо черную. Я говорю, вот, пойдем за телефоном. И пойдем тебе посмотрим сумку. Ходить именно в колледж. Черная, она всесезонная, я скажу. Можно и осенью, и весной, и зимой с черной сумкой ходить. Правда, девчата? Она под любое подойдет. Но надо ей выбрать. Я сидела, я сегодня чай попила. Сейчас пошла, борщ себе налила. Борща. Сейчас подогреется, я поем. И хочу снять видео о моих там посылочках. А то никак не сниму. А вечером уже уйдет солнце. Пока не уйдет, даже не высунусь. Тогда попробую там. Вот стрекоза такая прилетела большая. Попробую тот двор докосить. И перед домом докосить. Пойду косить. Куда деваться. Все равно косить хочешь ты, не хочешь, а надо. Но потихоньку. Потихоньку. Не буду такой разбег брать. Вот. И что-то еще у меня. А, Грандсток. Грандсток вышла. Посылку. Я ее вчера распечатала, девчата. Посмотрела. Я, знаете, вот на море собирались. Померила платье одно с этого, с Василька. И вот здесь, вот именно вот в этом месте, в рукаве, она мне показалась как узкая. Может быть, я вспотевшая была, что одевала, знаете, в жару. Когда одеваешь, тело липкое, потное. Одеваешь, оно же все прилипает к тебе. Но, думаю, надо уже, наверное, не 56-й, а 58-й заказать. И я, девчата, заказала платье. Халат там заказывала, сарафан. 58-го размера. А стала мерить вчера. Они немножко мне большоваты. Сарафан нормально один. А платье именно большоваты. Но я посмотрела, там можно вот тут вот отпроем, как бы по сантиметру как раз и убрать. Поэтому я уберу, ничего страшного, и носить буду. Но вообще, значит, я осталась в своем размере 56-м. Не надо менять мне размер. А я, видите, чуть напугалась. Думаю, дать закажу побольше. А то закажу, они будут маленькие. Ну и заказала. А они, видите, большоватые. А чуть-чуть, вот даже больше, уже дискомфорт в одежде. Не то, но большое. Но большое, не маленькое, я ушью. Я ушью, девчата, и будет все очень даже хорошо. Я думаю, так. Вот. В общем, девочки, сниму одно видео. Если сил хватит, то Гранд Стоп сегодня будет. Если не хватит, значит, завтра сниму. Что-то тяжеловато. Ну вот это вот жара, жара. Дома жарко. Я не открываю окна, не открываю шторы, чтобы солнце так не палило. И мне надо сегодня двое брюк подшить верных. Они с васильками. Я вот так вот обрезала длину, но не подшила. Лежу, она сегодня хотела, видать, брючки одеть. А мама-то их не подшила. Надо достать машинку и срочно, срочно подшить. Сейчас я пойду покушаю, потом подожжем, наверное, штанишки и будем снимать видео. Время 30 часа. Девчата нагрела себе борща. Я вчера, вы представляете, с таким удовольствием две чашки сразу съела. Говорю, ого, видать, так соскучилась по борщу. Ну, сейчас я буду обедать. Борщ вместо хлеба у меня блины, девочки. Вон моя герань цветет здесь. Здесь, видите, здесь вот солнце сейчас не падает в окна. И очень хорошо. И чай налила. Ну, сейчас я покушаю. Пойдемте брюки вперед подошьем, девчонки. Девчата, достала свою старушку, машинку подольскую. Она, наверное, старше меня однозначно. Но я ее не променяю ни на какие пластиковые. Видите, я обрезала, как я буду подшивать. Беру вот так вот. Вот. Небольшой прям загиб. Я не буду наживлять, наживульки делать. Я шью всегда сразу. Вот. Вот сделала подгибку. И по шву сейчас положу. Шовчик там распределила ровненько. Так, у меня здесь стежок выставила. И сейчас прошью. И пускай девчонка ходит. Она, гляжу, хотела. Но те широкие брюки скажут, в колледж не одену широкие. Они же все по моде. Сейчас, знаете как? Не угодить. Говоришь, что выглядишь как клоун. О, это ты, мама, ничего не понимаешь. Ты, мама, ничего не понимаешь. Сейчас так все ходят. Сейчас такая мода. Ну, думаю, мода ходить и клоунами. Олег Попов в жизни. Раньше Олег Попов был на сцене. А сейчас Олег Попов в жизни, девочки. Вот так. Сейчас я прошью. А то, знаете, все никак руки не доходит. Просто не доходит. У меня еще, знаете, какая тут авария приключилась. Вот эти рулонные шторы в двух спальнях висят в веранной главной спальне. Одна шторенная, одна в моей спальне. Отлетела, девочки, отлетела. Надо вот туда залезть, снять саму штору рулонную. И починить, ставить. Я не знаю, почему она вылетела. Она вылетела вот с той кругленькой штучки, которая крутится, закручивается. Выскочила просто. Висела уже, год висела. Гляжу, у меня выскочила, потом у Веры выскочила. Она говорит, мама, тоже штора упала. Я говорю, ну ладно, что делать? Починим, починим, сделаем. Но я еще не лазила, была сильная жара. У меня еще такая работа есть, девчата. У кого-то маленькие дети, может быть, во Владивостоке. Я, знаете что, там Костя с гаража занес в домик игрушки. Мешок. Там, по-моему, еще в гараже осталось. Надо вот еще с гаража все мешки эти подоставать. Я хочу сфотографировать, а лучше всего, наверное, в видео снять игрушки. Там очень много мягких игрушек. Ну, и потом переберу такие игрушки, которые целенькие. Я, наверное, покажу в видео, у кого есть детки. Ну, игрушки же сами, знаете, сейчас дорогие. Вот видите, одну штанишку я подшила. Сейчас вторую подошьем. Вот вторая штанишка. И так бы я тоже бы раздала. Единственное, там у меня игрушки, которые были дорогие, я, наверное, их продам. Там, знаете, коляска на куклу. Потом эта кроватка, стульчик. Они прям как настоящие. Но они и дорого стоили. Поэтому, может быть, хотя бы там по минимальной цене их продать. Вот. А может быть, запечатаем на чердак доверкиных детей. Она говорит, я детей не собираюсь рожать. Я говорю, так сейчас, конечно, не собираюсь, что ты еще не замужем. А замуж-то выйдешь. Деток надо обязательно. Видите, как рассуждают. Хотя Катя мне, он сказал, мам, от меня не жди, я рожать не буду. Вот. Не хочет. Я за это переживаю легчата, конечно. Но в этом деле не прикажешь, я вам так скажу. Если девчонка считает, что она не хочет и не будет. Ну, значит, наверное, так. Судьба ее, что ли. Заставить не заставишь в таком деле. Правда ж, девочки? Поэтому у меня вот на сей момент одна внучка. Одна, единственная. И вся надежда в будущем на веру. Я думаю, что Вера еще дорожает детей. Ну, хотя бы одного-два. Но будет. Я думаю, что... Она, маменька, всегда говорила, у меня будет двое детей. Двое детей. Я говорю, вот выучишься, замуж выйдешь. Родишь себе двое детей. И, конечно, без детей я не представляю. Вот спасибо, у меня Верка еще маленькая, да? Она дает мне заряд в жизни, девочки. А если бы ее не было у меня, представляете? Ну, что бы я делала одна? Одной очень скучно, неинтересно. Вот. Но я бы страдала. Это, конечно. Потому что один человек, он не может жить. Нам надо всегда... Человек так устроен, чтобы он заботился о ком-то. Вот это вот. Так, одни штанишки я подшила. Я потом покажу вам. Сейчас вторые прошью. Вот те потоньше. А вот эти, они как бы немножко поплотнее. Клетка же модная, модная клетка. Так, я сейчас выверну их на лицо. И буду подшивать. А то пролежат, и Вера не поносит. Вот там тоже поубирала столько джинс я в мешок. Надо, говорю, мешок и в гараж утащить. Надо мешок перетрясти. Она вот это не буду, это не буду носить. Гляжу, одни джинсы одела, девочки и носят. Черненькие. А там у нее и синие, и черные. Ну, не одна пара. Надо все же залезть, мне посмотреть. Девчонка, может быть, посмотрит, в чем дети ходят. И тоже, глядишь, оденет. Они же, знаете, как вот в школе она. Ой, столько одежи. А она ходила практически в одном. В одном и том же. Потому что дети так ходили в одном. И она в одном и том же. Я говорю, что ты не меняешься? Не хотела выделяться. Вот причина в чем. Что, чтобы не выделяться с общей массы детей. Ну, вчера спрашиваю тебе, говорю, понравилось впечатление. Так, от школы, понравилось. Ознакомилась там с девчонками. Сидит с девочкой. И в группе у них девочки два... Ой, четыре. Четыре, вру. Четыре мальчика. На бухгалтера тоже пошли. Ну, а почему бы и нет, да, девчата? Почему бы и нет? Любая работа, она достойна. По уважению. Что для девчонки, что для мальчишки. Пусть учатся дети и работают. И строят свою взрослую жизнь. Вот здесь я делаю задний ход. Видите, назад немножко. И все. И потом смело отрезаю ниточку. Ой, моя машиночка. Она уже, знаете, начала вот это вот... Как это сказать-то? Это же не стол у нее. Сейчас, девчата, я вам скажу. Покажу проще. Вот эта вот штука, деревяшка, она начала... Вот здесь вот, видите, уже трещин дала. Рассыхать начала. И Кристина, видать, была, потеряла замок. Крышка закрывалась под замок. И я тут ковыряла, ковыряла. Потом вот эту вот вбивала молотком назад. Сломала замок, потому что ключ... Ну, ушел ключ куда-то. Я говорю, ну все. Ну, а что буду я лазить искать? Может быть, где-то он и найдется позже. Мне надо было машинку. Надо было машинку. Как раз мастер приходил. Починил ее, смазал. Вот. И она так мягко шьет, девчата. Вообще, машинка... Вот что сделали в Советском Союзе. Вот эти вот подольские зингеры были. Они очень-очень качественные. Я на вот этой машинке своей, представляете, я обметывала... Правда, сипцевые, по-моему, тканью, ну, такой тоненькой тканью, я обшивала, что вы думаете? Палас. Девчата, палас. Вот так край... Обрезала палас. Большой был, я его разделяла на куски и обметывала тканью. Вот на этой машинке. Современная машинка ни за что бы не взяла. Палас сам по себе тяжелый, толстый. И плюс еще ткань. А я на ней в легкую прошила. Вообще. Ну, она незаменимая вот эта машинка, конечно. Она просто незаменимая. Куртки шила, джинсы. Такие тяжелые-тяжелые ткани. Она прошивает в легкую. Только эти... Иголки меняй, да и все. Вот сейчас прошью, скажет Вера. О, мама. Прошила, наконец-то мне подшила брюки. Наверное, месяц пролежали. Я обрезала недавно. А подшить все не нахожу время. Вот, ну, нету. То мне плохо, то мне душно, то мне тошнит. Господи, прости меня. Совсем заплохевала. Ну, вот. На море съездили девочки, как на свет родились. Настолько классно, настолько приют сил. Ну, вот, говорю, в выходной еще хочу поехать. Субботу, воскресенье. Прям поедем. Поедем и будем отдыхать еще пару деньков. Потому что на следующий выходной она же будет учиться неделю. А я как-то одна, знаете, но не люблю одной ехать. У меня охота. Хотя можно и одной, если люди приходят, а полоски купаются и уходят. А я не, так не хочу. Ну, и одной как бы. Вера уже говорит, мама, одна никуда. Я стараюсь девочке одна уже не выходить. После этого случая. Далеко. За пределы своей улицы. Вот и все. Вот, видите. Все прошито. Все подшито. Все классненько. И тут тоже. Все подшито. Все красивенько. Низа обыдывать нужно. Отутюжить. Здесь вот резиночки. Вот ниточку надо. А, это думала. Просто ниточка. Вот ниточка тоже надо обрезать. Да, это вот хвостики. Видите? Так вот бросили. А потянет ребенок и поползет. Надо. Мама всегда учила. Сшила. Сделай узелок. И только после узелка обрежь ниточку. Вот. Ну что, сейчас я вам покажу эти штанишки, девчата. Вот эти вот штанишки, девочки, кто со мной давно, те должны помнить. Я выписывала на васильке. Вот эти потоньше. Качество такое. Качество шикарное. А эти вот штанишки тоже с василька. Видите, здесь фасон такой пошире. В попе они, в ножках. И вот такие прямые. Вот здесь качество потолще. Ткань более такая плотная, тяжеленькая. Ну, это вот прям вот по холоду можно одевать. А эти вот в жару прекрасно. Вот просто шикарные штаны с карманами. Карманы такие глубокие. Я показывала. Вот я их постирала, девчата. Вот кто еще там сомневался в васильке. Вот выстиранные штанишки. Вот они все-все шовчики. Видите, ничего. Сейчас я вам покажу по попе. Вот швы на попе. Вот, 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 вот. Нигде абсолютно. Ни один шов не пополз. Вот по ножкам швы. Поэтому, девчата, вот можно покупать смело, смело. Я выписала еще там василек. Мне идет. Но нам идет на обзор, девочки. Я вас не обманываю. Нам идут бесплатно товары. Но факт тот, что вот эти вот штаны, вот у кого дети, внуки, вот смело выписывайте, они просто, просто, вот, знаете, лучше всяких похвал. Вот штанишки я постирала прям на 11 градусов на получасовой стирке. Бабахнула туда 800 оборотов. Я не сушу там каким-то способом. Пошла вот так вот на прищепке. Повесила, стряхнула и повесила. На улице сушу, на солнце. Не полиняла, не выгорела ничего. Здесь, видите, как вот здесь идут вот планка. И здесь вот три складки. То есть, вот эти они, вот, вот три складочки. Вот складочки идут вот перед кармашками. Она как-то вот попа более такая, большая. А вот эти, они прям вот по ней, видите, попа намного меньше. Вот здесь нету таких вот складок. Карман такие глубокие, хорошие. Вот эти вот прям по ней сели. Они лёгенькие такие, девочки прям вот шикарные. Я бы вот такие штанишки себе бы приобрела. Но моего размера не было. Если будут, я себе такие обязательно закажу. Я же люблю штанцы носить. Удобно. Одел, футболку накинул и побежал. Ладно, девчата, я машинку не буду убирать. Там платье с Грандстока пришли. Я потом сяду и вот в боках уберу буквально по сантиметру. А сейчас, девочки, пойдёмте, я вам покажу, какие я посылки получила. А то так и не покажу. Девчата говорит, Таня, оставь на пряжу ссылку. Покажи и оставь. Ну, некогда было. Сейчас поэтому далеко не убегаем. Идём опять на мою веранду и будем смотреть, что же я там получила. Девочки, я вот села к столу. Я думаю, вот эта информация, что я сейчас скажу, она многим девчатам пригодится. Потому что я же тоже смотрю YouTube. И у многих, у многих вот такая есть машинка. ЛК-150. Вот, вот, ЛК-150. Так. Она и называется. Ну, в общем, правильно я назвала. ЛК-150. Как-то она ригель. Ры-ли-ри. Рей-рер. Фиг её пойми. Не буду язык ломать. Пошло то, что ЛК-150. Ну, вот здесь инструкция. Всё, всё. Вот мне её надо почистить. И потом начать вязать. Вон, каретка снятая. У меня, видите, мы стол поменяли. Вот такие вот две я купила в фикс-прайсе. Два поддончика. Очень удобно, кстати. Я сюда, видите, всё-всё сложила. В один поддон, в другой вот поддон. Здесь у меня вот образец лежит, вывезен. Но некогда было. Теперь мне её почистить. И на Алиэкспресс, девчата, продают вот такие вот иглы. Я оставлю ссылку на иголки. Наверняка многим девочкам, ну, захочется их приобрести. Вот здесь упаковка 50 игл. 50 игл. Мне писали, что они в магазинах. Стоит одна иголка 3,50, по-моему. Здесь 50 игл. 990, по-моему, рублей. Ну, пусть даже тысяча. Тысяча. Вот судите сами, насколько дешевле. Я заказала 50. Потом думаю, что-то я мало заказала. Здесь же у меня на 150 игл. Я заказала две. Ну, один набор 50, и второй. Китайцы добросовестные выслал. Всё вот так вот было упаковано. Классно. Вот они, девочки. Иголочки все прям вот. Я сравнила. С чем, скажете, сравнила? С чем сравнила? Я купила... Как вам сказать? Сейчас я вам покажу наглядно. Расширение для вот этой машинки. ЛК-150. Вот такое, девочки. Вот такое расширение. Купила в швейном мире. Вот швейный мир. Вот это расширение. Расширенный комплект для удлинения вязальной машины. Сильвер. Реет. ЛК-150. Его цена 13 250 рублей. Ну и доставка у меня вышла через ДЭК, девочки. Быстро очень пришла. 720 рублей. Находится магазин в Москве. Вот. Товарный чек. Вот всё-всё под печатью. Всё-всё абсолютно... Очень даже достойно. Видите здесь? Что в этот комплект входит, девочки? Я вам сейчас скажу. Вот комплектация. Игольница. Центр. Одна штука. Вот она. Вот эта игольница на 50 игол. То есть у меня машинка сейчас 150 игол. Если я вот эту добавлю, у меня машинка будет на 200 иголок. Представляете, она на 200 игол. Вот полос. Полос. Плед, девочки. Плед вязать. Будет вообще шикарно. Вот на 200 иголок и ещё на 200. Две полосы вяжите. И потом крючочком соедините. Будет огромный, шикарный, шикарный будет плед. Одна штука. Это игольница. Потом крепёжное соединение для игольницы. Сейчас я вам всё покажу. Вот они. Вот, вот, вот. Одна тоже штука. Это вот крепёжное соединение. Потом идёт у нас прижимной поролон. Так, сюда положим. Вот он, девочки. Он вставляется вот сюда. Вот сюда, мои хорошие. Когда иголочки вставим, то вот этот поролончик мы вставляем вот в этот пазик. Вот таким образом. Вот сюда. Там и видео на сайте этого швейного мира, магазина. Вот она есть в продаже. Аксессуары к вязальным машинам. И там есть видео, девочки. Так, прижимной поролон. Кнопки. Одна штука. Кнопка для игольного ролика. Розовая. Так, кнопочки. Куда-то я всё поразложила так. Что не вижу. Ой, иголки тут у меня. Вот они, девочки. Вот они, кнопочки на иголочке, которые одеваются. Вот, розовенькие. Дальше. Ролик для иглы серый, 50 штук. Ну, это вот он. Вот этот, я его уже вам показала. Дальше. Иглы. ЛК-150, 50 штук. Вот они. И вот теперь сравниваем вот эту иголочку и вот с сайта Алиэкспресс. Смотрите, девочки. Иголка одна, один в один. Вот один в один. 100 штук я купила. Я отдала 2000 за иголки на сайте, на Алиэкспресс. Но пусть они будут. Но мало ли. Иголки бывает, бывает нечаянно заденешь, да? Погнёшь или сломаешь. Ну, всякое в жизни бывает. Не сломается, значит, очень даже хорошо. Иголка не помешает. Поэтому я купила их 100 штук. Пусть будут. Мне девчата советовали. Я прислушалась. Вот здесь 50 штук. Но это вставим мы вот в эту... Вот в эту вот приставку нашу. А здесь я так поняла. Ну, как-то она вот так вот крепится. Ну, короче, крепится. Там в ролике всё видно. Дальше, что здесь есть? Градуированная лента для удлинения. ЛК-150. Я так поняла. Это вот она. Тут же номера пишут. Сейчас я вам достану её. И покажу. Вот она, видите? До 120. Вот обозначение. 110, 120, 100, 90. Вот 80. И здесь идёт она от нуля. Вот. От нуля сюда 120. И от нуля идёт 80, 90, 100, 110, 120 в эту сторону. 120 сюда, 120 сюда. 240. Ну и тут остаётся ещё запасик. В общем, девчата я купила. Она пришла очень быстро. Чё-то дня за 4 посылка. Очень быстро. Зубчатая оттяжная гребёнка. Вот она, девочки. Вот. Вот такая вот. Потом крепёжное соединение для зубчатой гребёнки. Это вот крепление. Где-то вот такая маленькая. Вот она. Вот. Она вот сюда вставляется. И с другой гребёнкой соединяется как бы. Вот. И крепёжное соединение для зубчатой. Это есть. А, ну это вот эти вот шурупчики. Вот сюда. Вот. Сюда два и сюда два. Всё крепится. Вот всё. Девочки, я вам всё сказала. Может быть, у кого-то возникнет желание расширить свою ЛКшку. Это не реклама, девчата. Я купила. Мне моя подписчица в Одноклассниках написала сообщение. Таня, продают там-то, там-то фотографию скинула. Мне, говорит, взять купил. Но она, говорит, я вижу большие на себя размеры. И у неё не хватает игол на этой, на ЛКшке. Вот. Она купила и мне посоветовала. Я говорю, ой, я не знаю. Я вязала вот платье на 100 игол. Мне вполне хватило. А потом думаю, девочки, ну не одним же платьем мы единым живы, да? Мы же не только платье будем вязать. Мы будем вязать и пледы. Да всё, что угодно на этой машинке. Для чего я её купила? Чтобы вязать, правда же? И подумала-подумала. А потом я в прямом эфире задавала вопрос девчатам. Говорю, девочки, стоит мне купить? Не стоит мне купить. Мне девчата сразу сказали, конечно, стоит. Покупай. Покупай. Потому что где гарантия? Сегодня она есть. А потом, может быть, её не быть. Согласитесь, девочки. Поэтому я купила. Я купила. Очень довольная. Пока всё у меня вот так вот и лежит. Сейчас я сюда же положу и остальные. Эти штучки. Иголочки, я имею в виду. Да? Вот сюда сложим. Китайский сайт. Я постараюсь не забыть оставить вам ссылочки на иголки. Ну, Швейный мир. Кто заинтересовался, девчата, набирайте просто в поисковике интернет-магазин Швейный мир. Очень большой магазин. Там большой выбор машин. Не только вязальных. Там и швейные машины. Ну, вот когда был у меня мастер, девчата, я вот, кто шьёт. Вот сейчас информация для вас. Когда был мастер, приходил ко мне, да, чинил мне мою чайку. У меня такая тумбая чайка. И чинил вот эту мою подольскую старенькую машиночку, трудяшку. Я так скажу, трудяшку. Я его спросила, какие, говорю, самые лучшие машинки вот сейчас из современных. Он говорит, ну, пластик. Он и есть пластик. Они, говорит, все машинки вот эти ультрамодные, пластиковые, до первого ремонта. Вот сломалась машинка, всё, вы её просто выбросите. Просто выбросите. Если уж покупать, девочки, швейную машинку, вот он мне так сказал, КО-ВЕ-Аверлок. КО-Аверлок. Я говорю, Аверлок, вот мама моя, работала 40 лет на машине Аверлок. Швеймоторист была. Он говорит, КО-КО, приставка КО. Аверлок, самая лучшая машинка. Она, говорит, стоит подороже, но она и стоит того. Она очень качественная. Вот так вот шла. Вот эта приставка. То есть, пока она не нужна, можно хранить её. Сейчас, девочки, упакую, закрою. В этой же коробочке, да? Вот. У меня и коробка от этой вот машинки. Я её положила, прям на стенку сложила. Там и поролон, всё как положено. Если когда-то долго, допустим, не пользуются машинкой, то лучше всего её в целлофан упаковать, там есть он, и положить в коробочку. Вот. Ну, её надо и смазывать. Вот я сколько вязала, теперь надо будет счётчик. Вот он вытаскивается, вытаскивается вот эта вот натяжная вот нить, нитя-натяжитель. И надо её, девочки, вот здесь как бы промазать. Вот он поролон, видите, где? Под иголками. Вот иголочки, когда вставляются, и вот он тут поролон. Вот эту вот штучку, вот там она, вот она крепится. Здесь, в общем, раскрепляешь вот этот вот блок, раздвигаешь и вставляешь вот тот блок. И он, получается, идёт на расширение. Вот. Вот он как раз, вот он от нуля. Вот. Вот стоит вот этот блок на, как раз на нуле. Ой, машинка моя красавица. Просто красавица. И вот эта вот ленточка. Если мы расширим, эту надо будет аккуратненько снять, а то приклеить. Тоже вот от нуля и пойдёт она на расширение. Вот. Классная машинка, девчата. Она очень-очень простая. Мне многие пишут, Тань, как быстро ты с ней разобралась и поняла, как её вязать. Я вам сейчас покажу, девчата. Может кто-то вдохновится. Она думает себе купить. Вот у неё идёт кареточка. Ручка опускается. Если мы не вяжем, я снимаю, убираю. Вот эта вот плотность вязания единичка, два до тринадцати. Вяжет она тонкими нитками, средними, толстыми и очень толстыми. Очень толстыми. Вот десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Плотность от тринадцати миллиметров. И можно набирать через одну петлю. То есть вязать через одну петлю. Вот здесь каретки. Вот надо быть очень осторожно вот с этими щёточками. Когда проходит вот здесь ниточка, чтобы она не цепляла. У меня первый день цеплялась. Думаю, что ж такое, что ж такое. Но мы же не любим сразу считать, читать инструкцию. Нам же надо быстрее методом тыка всё это. Поэтому нужно быть очень внимательным, чтобы не испортить вот эти вот щетинки, щетинки, чтобы они не торчали в разные стороны. Иначе придётся просто менять вот эту вот штучку. Вот здесь тоже она вся чистится. И вот они, как сказать-то, как они называются. Сейчас я вам скажу. Так. кулачки Рассела. Вот они, вот. Это мы вяжем обычной вязкой. Все спицы задействованы. А вот эти, если мы их вот так поворачиваем, девчата, вот единичка, видите, вот сюда. И с этой стороны. Вот это было для меня тяжело понять, что же тут надо сделать. вот со значения два нужно перевести в один. Вот так это полностью вязание. Вот так поворачивать. И вот эту, если поворачиваем, это частичное вязание. Ну, тут очень легко, девчат. Если вот она каретка. Вот если каретка находится справа, да, ой, я уже перешла на другое. Вот от ноля, вот возьмем, так, сейчас я вам покажу. Вот, допустим, от ноля, ну, 30 петель сюда, и 30 возьмем вот сюда. Вот мы вяжем полотно, да, вот этими иголочками. Видите, провязали. Иголки наши стали в рабочее опять состояние свое. А нам, допустим, надо половинку, допустим, половина горловины и плечо одно вывязывать. Значит, от нуля. Вот эти 30 игол мы сейчас будем с вами вязать, а вот эти 30 мы не будем вязать. Мы не будем их вязать. Мы будем вывязывать вот тут горловину, закрывать, допустим, да, и вывязывать вот это плечко. Но это я вот уже так вам расскажу вкратце. Значит, мы левую сторону, по правую руку у нас стоит каретка, левую сторону от нуля мы выдвигаем все наши иголочки вперед в положение D, это переднее нерабочее положение, буква А, вот сюда, это заднее нерабочее, вот сюда, если это заднее нерабочее иглы, буква B, иглы в работе, потом положение S, вот здесь как бы, иглы в работе провязываются и возвращаются в положение S. Девочки, тут все очень просто. Один день повяжете и будете знать. Вот смотрите, если нам надо вот эти иголочки провязывать, мы поставим их вот так, да, вот так, эти нерабочие, и будем, вот допустим, мы будем закрывать вот три петли, три петли, мы отсюда скинем вот на эти, допустим, да, иголочки, когда сбросим петельки и выводим их сразу в положение A. Все, нерабочие. И ставим каретку в частичное вязание, вот эти вот, мы поворачиваем, забываю, как они называются, как они называются, вот, вот в этом вот у меня еще загвоздка, надо все запомнить все названия Рассела, Рассела, кулачки Рассела, рычаг Рассела, вот этот вот, вот мы его переводим и начинаем частичное как бы вязание, девчата, вот сюда, видите, вот эти у нас провязались иголочки, а вот эти иголочки у нас остались в нерабочем положении, они не провязаны. И возвращаемся обязательно. Потом иголочки возвращаем. Опять там, допустим, три, ну это вот горловинку как вот мы будем, три снимаем на вот следующие три иголочки, убираем их в нерабочее A положение, заднее нерабочее положение и провязываем дальше. Вот таким вот образом, девчата, вяжется, я думаю, я думаю, я, конечно, еще не, это не мастер-класс, я вам просто, просто показываю, как я разобралась, вот смотрите, девочки, может, тут вообще сложного ничего нет. связали половинку горловинки и одно плечико, потом переходим, тут закрываем петли, переходим, наша каретка будет с этой стороны, и вот эти вот петельки, вот эти, вернее, наши иголочки будут провязываться, это мы уже снимем, их не будет, и будем также вот закрывать, пересняли, там, три убрали в заднее нерабочее положение, провязали частичным вязанием туда-обратно, снова сняли, удалили эти иголочки, провязали туда-обратно, и вот так у нас вывязывается, все очень просто, девочки, очень просто, машинка классная, я вообще в восторге, просто в восторге, цена ее 30 тысяч, я взяла 300 рублей, и доставка у меня там была 825 рублей, но на сайте она вот колеблется до 33 тысяч, вот, я брала в вазбике вязания, там она тоже была 33 500, потом 32 500, и я зашла, и мне повезло, она бах, и цена ее 30 тысяч 300 рублей, я ее тут же купила, поэтому, девчонки, вот это я вам показала, ну, видео большое, видео о пряже, и там такое, что-то связанное с моим творчеством, это сейчас я другое, пусть она будет короткое, но я вам другое сниму, хорошо? Потому что, потому что монтировать будут долго, вот, девочки, немножко вам рассказала, поделилась с вами, Вера уже идет домой, звонилась, они там оставались, после пары, говорит, убирали класс, я ее спросила насчет субботы и воскресенья, она говорит, суббота, мы учимся, значит, у нас всего лишь один выходной, суббот, суббота учимся, я говорю, пойдем за телефоном, она ура, кричит, суйш там, ура, я говорю, но, может быть, мы сходим с тобой тогда в субботу, а чтобы в воскресенье нам съездить на море, ну, мне просто, знаете, хочется, чтобы она тоже захватила вот эти еще денечки и поплавала, в воскресенье есть воскресенье, будем отдыхать, хочу сказать еще, девчата, всем-всем огромное-огромное спасибо за ваши комментарии, за ваши поздравления для меня и для Веры, огромное спасибо девчонкам, которые прислали мне денежку на день рождения, там мне цветы прислали, Маргарите, огромное-огромное спасибо, она сегодня меня тоже поздравила, поздравила с денежкой, но, конечно, это приятно, очень приятно, я уже говорю, ну, я куплю что-то, что-то куплю от твоего имени именно себе, никуда эти деньги не запущу, а куплю именно что-то для себя, но для себя что-то, может быть, что-то, что-то такое, которое пригодится в доме, что-то для дома, и это будет действительно подарком, когда оно будет долго служить, и будет напоминать, что вот это именно от Маргариты подарок, поэтому всем-всем огромное спасибо, я вам всем пожелаю, как всегда, на моем канале здоровья, благополучия и всего самого-самого хорошего, с вами была Татьяна, и до новых встреч, сегодня я еще буду снимать видео, всем пока-пока, всех обнимаю, пока!